В эфире Биржевой помощник. Все о работе финансовых рынков и их особенностях. С вами Ирина Нестеренко. Здравствуйте. Продолжаем говорить о биржевой торговле. Со мной в студии Евгений Усанов, региональный директор компании Фибогрупп и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант Фибогрупп. Здравствуйте, господа. Биржевая торговля для кого-то это дополнительный заработок, для кого-то это основная работа. Но тем не менее, несмотря на разные взгляды на эту работу, у всех одна и та же цель. Это дополнительный заработок, это приумножение своего капитала. Со многими страхами сталкиваются работники биржевой торговли при самом начале своего пути. Для большинства людей торговля на бирже это фантастически непостижимое и сложное занятие. Но за каждым, казалось бы, сложным процессом скрывается последовательность достаточно простых шагов, которые ведут нас к конкретной цели. И в данном случае цель понятна и проста – получить прибыль, особенно в наше нестабильное время. А наша задача – развеять эти страхи. Поэтому я приглашаю всех наших телезрителей на бесплатные вводные семинары. Записаться на них можно по телефону, который видите на своих экранах. Вот именно из вашей практики, из вашего опыта, как люди приходят к биржевую торговлю? – Все очень индивидуально. История одного человека может отличаться от истории другого. Кому-то попалась интересная книга, как, например, было с Александром Элдером. В результате мир получил выдающегося трейдера. Для кого-то толчком может послужить художественный фильм или телепередача. Но если посмотреть на вопрос глобально, то основная масса людей ищет дополнительный заработок. Либо способ увеличить собственные накопления. – Вот, наверное, нет никакого лучшего примера, чем свой собственный. Евгений, можете рассказать, как вы пришли к биржевой торговле? С чего, собственно, начинался ваш путь? – Ну, да, конечно. В начале 2000-х годов у меня был небольшой свой бизнес в Санкт-Петербурге. Но, знаете, свой бизнес отнимал очень много времени. Приходилось там куда-то ездить, договариваться. И в какой-то момент я просто случайно, вот, да, доля случайности по телевидению, увидел объявление о том, что в Санкт-Петербурге начинает действовать валютная биржа. И что приглашают как раз-таки людей узнавать о том, как она работает, да, к чему это приводит. И это послужило таким своеобразным началом. Я обратился на Санкт-Петербургскую валютную биржу, прошел там небольшой курс, да, узнал, как работает биржа, получил какие-то первые представления об этом. Потом узнал о том, какие профессии бывают на бирже, да, как люди зарабатывают, что дает вообще работа на бирже. И это, в общем-то, послужило таким своеобразным толчком, да, это меня увлекло. А потом я стал узнавать больше о том, как выйти на биржу, какие биржи существуют, да. Мне показалось мало того, что я получаю вот именно на Санкт-Петербургской бирже. Меня заинтересовали другие биржевые площадки. Допустим, я стал интересоваться товарными активами на Чикагской бирже, да. И вот постепенно я стал, ну, расти в своих знаниях. И все закончилось тем, что полностью я ставил тот бизнес, да, я полностью занялся биржевой торговлей, я в этой сфере, я живу, по сути дела, этим бизнесом. Я живу биржевой торговлей, я постоянно отслеживаю те или иные изменения на бирже. Это дает мне неплохой заработок, дает возможность жить, хорошо зарабатывать, чувствовать себя уверенно. Ну, по сути дела, в какой бы точке мира я ни находился, будь то Санкт-Петербург, Алма-Ата, или, может быть, Лондон, главное, чтобы у меня был доступ к новостным лентам, интернет на сегодняшний день, да. И, в общем-то, я относительно свободный человек при этом. Ну, вот какие основные вопросы, да, возникают у человека, который только приходит в биржевую торговлю? У людей, которые задумываются о биржевой торговле, возникает масса вопросов. Как работает биржа? Как туда попасть? Что нужно знать? С чего начать? Сколько времени это потребует? Кто может мне помочь в торговле на бирже? Сколько реально можно зарабатывать? Важно, что человек определился с мыслью, я хочу зарабатывать в торговле на бирже. А получить ответы на все сопутствующие вопросы не так и сложно. Большую часть ответов на ваши вопросы вы можете получить у нас на бесплатных вводных семинарах. Необходимо только позвонить по телефону, который видите на своих экранах, и записаться на такой семинар. Кто все-таки может помочь на работе в биржевой торговле в самом начале пути? Начать нужно с того, что торговать на бирже может каждый желающий. Но есть определенные тонкости, которые нужно узнать перед тем, как приступить к самой торговле. В первую очередь для торговли необходимо открыть счет в компании, которая предоставляет услуги доступа на биржевые площадки. Например, в компании Fibogroup. Такие компании называются брокерами. Многие брокеры сегодня, так же как и наша компания, предоставляют услуги интернет-трейдинга. Начинать все-таки торговлю необходимо сразу с реального счета? Или же все-таки есть какие-то специальные площадки, чтобы потренироваться, и сперва как-то привыкнуть немножко к рынку? Безусловно, сначала нужно научиться, а потом что-то делать. Поэтому после того, как человек получил определенные теоретические знания, ему необходимо эти знания опробовать на практике. И, наверное, будет неправильно, если человек сразу же начнет это делать на собственных деньгах. Хотя на самом деле в моей практике встречались люди, которые, проходя теоретическое обучение, говорили, нам неинтересно практиковаться на чем-то, на фантиках, на учебных счетах. Мы готовы сразу переходить на деньги, потому что это добавляет определенные еще эмоциональные переживания. То есть накладывается не только идет отработка стратегий, которые человек будет использовать, но и идет отработка собственного эмоционального фона, собственной психологии. Это тоже достаточно важный элемент. Но все-таки мы советуем, конечно же, начинать попробовать, как работает биржа, пощупать ее руками на учебных счетах. Есть такое понятие, как демонстрационный счет, при котором все реальные рыночные условия, реальные котировки, реальные все комиссии биржевые, но деньги не настоящие при этом у человека. То есть можно сказать, что это своеобразная компьютерная игра в режиме реального времени. И человек, спокойно, не переживая, отрабатывает собственные торговые стратегии. Понимает, что ему приходит уверенность. Он понимает, что в этом действительно можно зарабатывать, можно неплохо зарабатывать. Он готовится к тому, что где-то определенные сделки будут не всегда приносить ему прибыль, где-то нужно переждать. Но потом наступает момент, когда он должен идти дальше. Вот он потренировался на учебных счетах, на демо-счетах, он должен сделать следующий шаг – перейти на реальные деньги. В принципе, если человек собрался заниматься этим серьезно, то шаг перехода к реальным деньгам он должен сделать обязательно. С моей точки зрения, демонстрационного счета на первое время достаточно буквально месяц. Месяц для того, чтобы человек попробовал собственные стратегии. Через месяц у него должен появиться реальный торговый счет. Даже если он не будет на нем торговать, у него будет определенный стимул. Стимул, что я должен дальше работать, чтобы мои деньги не просто простаивали, а чтобы я был готов в тот момент, когда созреет идеальная ситуация, ситуация, подходящая под его торговую стратегию, он мог это использовать и что-то купить, или что-то продать, и преувеличить собственный капитал. Месяц, конечно же, это очень условно. Кому-то необходимо 2-3 месяца, кому-то достаточно 2 недели для того, чтобы понять просто, как это работает, и потом сделать переход на реальные деньги. Вопрос перехода на реальные деньги тоже такой очень индивидуальный, потому что кто-то готов переходить к серьезным деньгам, кто-то говорит, нет, сначала я попробую собственную психологию, может быть, на небольших деньгах. То есть вот там уже вопрос, сколько возникает, и это всегда очень индивидуально. Но переход на реальные деньги где-то вот в районе месяца-двух, он необходим. Необходим для того, чтобы человек дальше рос над собой, дальше принимал какие-то решения, познавал этот рынок. У него появляется стимул. В противном случае финансовые рынки становятся хорошей игрушкой, к которой человек возвращается постоянно, каждый вечер, как играет, но не получает никакого реального результата. То есть уже несерьезный подход к своему деньгам? Абсолютно верно, несерьезный подход, и потом это может перерасти в какой-то негатив, потому что он привыкает к этому как к игре, и если вдруг он все-таки решит перейти на реальные деньги, у него возникнут опять же психологические проблемы. Поэтому все должно быть вовремя, все должно быть по порядку. Прошел теорию, переходит на демонстрационный счет. На демонстрационный счет в нашем случае, на наших семинарах, люди переходят уже через неделю. То есть неделю они слушают лекции, и на второй неделе они уже переходят на демонстрационный счет и начинают совершать какие-то сделки. Первые, безусловно, они не всегда правильные. Это проба пера, они понимают, что такое рынок, что такое биржевой инструмент, что такое плечо. Это все приходит как раз на демонстрационном счету. И через месяц они должны быть готовы переходить на реальные деньги. Получается, нет такой необходимости месяц, год или два года изучать биржевую торговлю, какие-то анализы, специфические термины биржевой торговли. То есть самое главное мы понимаем на практике. Абсолютно верно. И даже это где-то идет параллельно. Даже когда человек уже работает на реальных деньгах, он все равно продолжает учиться, продолжает узнавать этот рынок, изучает какие-то новые стратегии, теорию какую-то, и параллельно ее может испытывать. Евгений, вы в своем ответе сейчас сказали про брокера. Кто такие брокеры и для чего они нужны в биржевой торговле и на финансовом рынке? Брокер в переводе с английского – это посредник. Биржевой брокер – это финансовый посредник, занимающийся куплей и продажей биржевых активов за счеты по поручению клиента. При этом такой посредник не становится собственником активов. За свою работу он получает комиссионные с каждой сделки. Поэтому брокер всегда заинтересован в большом количестве клиентов и в большом количестве сделок от них. Можно ли как-то торговать без брокера, то есть напрямую выходить на финансовые рынки? На сегодняшний день торговля без брокера невозможна. Это создает устойчивую и прозрачную систему торговли. Для каждого участника торгов брокеры облегчают выход на рынок. При этом создает массу нужных и интересных услуг. Например, работа с разными финансовыми рынками одновременно или получение специального торгового кредита. Существуют еще взаимные интересы между брокером и другими участниками торгов. Об этом мы подробно рассказываем на наших бесплатных вводных семинарах. Записаться на них может любой желающий по телефону, который вы видите на своих экранах. То есть, как я понимаю, необходимо еще и правильно выбрать этого брокера? Безусловно. То есть какие-то рассматривать его критерии или показатели работы? – Безусловно. Поскольку вы будете постоянно сотрудничать именно с брокером, вы будете отдавать свои приказы брокеру, и он будет их совершать на бирже, то, безусловно, такой посредник должен быть достаточно надежным. Его нужно правильно выбрать. К подбору нужно подойти. Существует, как вы верно говорите, несколько критериев. Причем почему-то принято оценивать брокера с точки зрения стоимости комиссионных. Это, наверное, не совсем верно. Начинать нужно именно с надежности брокера. Насколько он надежен, насколько он перспективен. – Ну, как это можно оценить? – Ну, вот давайте опять же говорить о компании Fibagroup. Это крупный финансовый холдинг, который на сегодняшний день представлен практически во всем мире. Можно буквально пересчитать несколько стран, где нет так или иначе представительства компании Fibagroup. – А сколько лет уже компания существует? – Компания существует с 1998 года. Оказывает непосредственно финансовые услуги, услуги на финансовых рынках, консультирование и вывод на финансовые рынки.